В квитанциях за оплату жилищно-коммунальных услуг появилась графа, которая называется «Плата за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме». Что включает в себя эта графа? Плата за содержание и ремонт жилого помещения включает в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, а также его содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Помещение общего пользования многоквартирном доме – это помещение, которое не является частями квартир и предназначено для обслуживания более одного жилого помещения в этом многоквартирном доме. Это подъезды. В подъезды входят лестничные проемы, входы в подъезды, лестничные площадки и все конструкции, которые находятся в нем. Это перила, окна и двери. Также туда входят еще и крыши дома. Следующий пункт – это ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома. Они в себя включают фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные конструкции, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции. Также туда входит механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, которое находится в этом многоквартирном доме за пределами и внутри помещения этого дома. Это в себя включает обслуживание лифтов, осветительные приборы, которые установлены в подъездах и также над подъездами, которые освещают входы в подъезд, которыми пользуются все жители этого многоквартирного дома. Также туда входит земельный участок, на котором стоит многоквартирный дом. Это включает в себя озеленение и благоустройство этой территории, которая прилегает к многоквартирному дому. Это все считается помещением общего пользования, которым пользуются все жители, независимо от того, приватизированная у вас квартира или социального найма. Что касается горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. В эту графу включена оплата за обслуживание труб, которые идут в ваши квартиры от общего стояка до первого вентиля в вашей квартире. Все трубы, которые идут от этого вентиля уже в вашу квартиру, обслуживаются по прайс-листу. Ставки оплаты за содержание и ремонт жилого помещения утверждаются Советом депутатов города Электрогорск. И являются одинаковыми как для собственников приватизированных квартир, так и для нанимателей муниципальных квартир. А также имущество, которое не является общим, обслуживается за счет собственников жилых помещений. С ценами на эти услуги вы можете ознакомиться по прайсу. Какова схема оплаты платных услуг? Если вам надо заменить, к примеру, скажем, смеситель или трубы, то вам необходимо обратиться в ЖКО по вашему адресу с письменным заявлением, в котором укажете услуги, которые вам необходимо оказать. Вам скажут сумму, необходимую для оплаты. Вам надо будет обратиться в расчетно-кассовый центр. Если вам необходимо заменить, например, смеситель или трубы в вашей квартире, вам необходимо обратиться в ЖКО по вашему адресу с письменным заявлением, где вам по прайс-листу выпишут квитанцию на оплату этой услуги. В этом же ЖКО в кассе вы эту квитанцию оплачиваете и вам направляют специалиста. Когда специалист к вам придет, посмотрит вашу проблему, он вам также может сказать, какие надо приобрести материалы для выполнения этих работ. Например, купить смеситель. Вы идете, покупаете все это оборудование и вам производится ремонт. А теперь к вопросу о перерасчете за воду и отопление. Перерасчет коммунальных услуг возможен при условии, что у вас нет индивидуальных приборов учета, то есть счетчиков на горячее и холодное водоснабжение. Основанием для перерасчета коммунальных услуг может быть ваше письменное заявление в ЖКО по вашему адресу или непосредственно в Главное управление компании Линком. Вам необходимо прийти, написать заявление и вам будет сделан перерасчет. Редактор субтитров А.Семкин